И клопы, и тараканы, и что только нет. 136-й дом по улице Ленина. Амбре квартиры номер 3 встречают при входе в подъезд. Дверь давно забыла о замке, а внутри садом и гамора, не меньше. В течение трех последних лет данная ситуация складывалась в квартире. То есть неоднократно вызывался туда участковый, с жителями и нами. Квартира вся в попоте, то есть неоднократно было возгорание. Водоснабжение отключено газоэлектроснабжение в связи с риском возгорания и утечки газа. Водоснабжение у них отключать не пришлось, так как водоснабжением они не пользуются. То есть подводка вообще отсутствует в квартире. Стекол в окнах нет, сантехника просто исторический факт. Кругом грязь, разруха и стая всевозможных насекомых. А за окном настоящая помойка. Татьяна Придихина живет как раз над этой злополучной квартирой. В ее голосе гнев и отчаяние. Когда будет жара, что я не смогу даже открыть окна свои. Я дышу вот этой вонью. Вот вы посмотрите за окна, там все-все-все, там как в помойке. Такое безобразие продолжается уже несколько лет. В муниципальной квартире прописан Иван Кошкин, но он здесь не живет. Ее обитатель сын, 40-летний Сергей, который уже 10 лет безработный. Это он превратил жилье в жуткий притон для сомнительных людей. Постоянно стучат, брякают. А знаете кто ходят такие, которые даже боятся ручку трогать. Измученные соседи неоднократно жаловались, но до сих пор безрезультатно. Обращались к участковому мы. Он сказал, что я таких полномочий не имею, что задолженности за квартиру нет, ничего нет. Обрезали у него газопровод, потому что у него постоянно горел газ. Участковый говорит, я хожу к вам как на работу, чтобы вечером проверить, что там выгорела, видимо, комфорка вот эта газовая горелка, что, говорит, пламя-то вот такое вот огромное. Сергей свое проживание в квартире объясняет просто. Говорит, охраняю. А что, охраняете? Да. А что тогда охраняли? Это не окон, не дверей. Вы в курсе, что вам кучу предупреждений вручали? Да. Ну и чего, никаких мер не принимаете? Жильцов этой квартиры неоднократно предупреждали привезти жилье в надлежащий вид. Но вот и ныне там. Настал черед радикальных действий. 25 мая Череповецкий суд принял решение Ивана Кошкина из квартиры выселить, без права предоставления другого жилья. Норма предусмотрена жилищным кодексом Российской Федерации. В случае, если гражданин использует жилое помещение не по назначению, либо без хозяина к нему относится, а также нарушает законные права интереса соседей и наймодателя, он может быть по требованию наймодателя и иных заинтересованных лиц выселены из жилого помещения. У гражданина, нанимателя жилого помещения, есть месячный срок для его обжалования. Если решение не будет обжаловано, оно уступит всего 30 июня. Это решение касается отца Ивана Кошкина, квартиросъемщика. Неродилому сыну Сергею, так или иначе, придется покинуть сии хоромы, причем немедля. Но этим вопросом уже займется другая структура – полиция. Квартира получит новых жильцов и хочется верить нормальных. Как только граждане будут сняты с регистрационного учета по данному адресу, сразу жилое помещение будет включено в состав пустующих помещений, будут проведены мероприятия по выполнению ремонта квартиры. После выполнения будет передано в жилищное управление мэрии для дальнейшего распределения заселения. Полтора месяца и крупненькая сумма бюджетных рублей – цена ремонта этих руин. Но прежде, чем сюда войдут строители, в квартире проведут тщательную санитарную обработку. Людмила Макарова, Игорь Лапшов, информагентство «Череповец». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова